Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Александр Найф Смирнов и я приглашаю вас сегодня на четвертьфинал турнира от проекта CS Game Pro. Третий турнирчик, если быть точным. Интерлейт против команды CSAVI и поехали. Первый пистолетный раунд. Ох ты как быстро, много всяких действий происходит в Верхнем Темном. Тем не менее, CSAVI все-таки смогли прорваться на точку Б, но правда не без проблем. Марков пытается стреляться, но Демон Забич все-таки затыкал его с голока. И СВИТ убрал Минде. В итоге Ави Мир и Демон остаются вдвоем против двух оппонентов. В принципе, ситуация равная. Бомба устанавливается за свечку. Итак, таймер работает на команду CSAVI. Латвийцы. Литовцы, прошу прощения, латвийцы. Это что-то меня совсем не туда куда-то понесло. Литовцы берут первый пистолетный раунд. Мои поздравления отлетают в их адрес, как говорится. Команда Интерлейт, увы, вынуждена проводить экономически. Что ж, давайте быстренько по составам. За команду Интерлейт сегодня выступают СВИТ, Котов, Марков, МИД и КМС по мамкам, CSAVI. Это Минде, Авенир, Экстрим, Анлаки, Персон и Демон Забич. Ну, в общем, невезучая персона, да. Демон за... я не знаю, как это правильно сказать. Ладно, не так уж это и важно. Выход на точку Б, где у команды Интерлейт, по сути, можно сказать, находился стак. Но этот стак достаточно быстро разваливается. К несчастью, ничего толком не сделав. Сейчас просто хорявный минус, можно сказать, подлетел для СВИТа. Но все же 2-0. Все же от правды, как говорится, никуда не деться. А я еще раз напомню вам, дорогие друзья, что это четвертьфинал. Турнир рассчитан на 16 команд. То есть, каждая из команд участниц этого матча. Соответственно, и Интерлейт, и CSAVI уже выиграли. По матчу 8 хп осталось у КМС и по мамкам. Не совсем удачная попытка зааркадить. Но, тем не менее, сбор информации со спота Б все-таки свои плоды принес, я уверен. Котов на Юспе, увы, отдается под Авенир. И не чекнули СВИТа. Вот это поворот, но он с этой позиции не смог, к сожалению, отыграть. Марков пытается принять в итоге демон забить. Минус со Скаута. И последний у нас остается Мясо, Мид. Он уже игрок команды Интерлейт. Который остается под спотом Б со своим Фомасом. Ну и, судя по всему, наверное, так, я думаю, будет его сейвить. Как вы могли заметить, дамы и господа, из основного состава литовской пятерки выступают сегодня только два игрока. Это Авенира и Экстрим, Минде, Лаки и Демон. Они, соответственно, играют из второго состава. Почему, спросите вы. Если вам, конечно, интересно. Ну, я надеюсь, вам интересно. Я думаю, вы все-таки интересуетесь такими вопросами. Отвечаю для тех, кому интересно. Что-то много раз я сказал интересно, да. В общем, для тех, кому важно это знать, отвечаю. ЦСАВИ. Не играют сегодня полным составом, потому что, ну, вот не захотели ребятам из основного состава играть на этом турнире. Не знаю почему, но, наверное, на это были свои причины. Итак, после разменов ситуация 3 в 3. Три игрока находятся, можно сказать, под мидлом. Это я про команду Интерлейт. Команда же ЦСАВИ уже, в принципе, отпустили Авенира по Парапету. Он уже прошел, дал информацию о том, что, ну, пока что чисто. Отстрелил КМС по мамкам. Пытается забрать еще одного. Отличный хэдшот. Свит падает. Марков остается последний. Снайперская винтовка в руках. Конечно, большой плюс. Но мы с вами увидим очередной сейв. Судя по всему, кстати, в предыдущем раунде этот сейв не сработал. Ну, возможно, сейчас удастся снайперскую винтовку все-таки спасти. Убегает Марков после неудачного выстрела со снайперской винтовки. Четвертый рот отправляется литовцам. И продолжим. Команда ЦСАВИ, как я уже ранее говорил, ищет себе соперников, с которыми, ну, могли бы, скажем так, сыграть шоумайчик под стрим. Даже сами говорят, готовы оплатить. Неважно, проиграют они, не проиграют. Они просто хотят сыграть с нормальными типами. Вот, которые не отлетят на изи. Потому как, ну, их предыдущие соперники отлетали со слишком большими щитами. И, как бы, ну, интереса для литовцев они не представляли. Вот, например, отозвались на этот клич ДКС. Но после 13-2 ливнули, к сожалению, не стали доигрывать. Что ж, результат. На лицо ЦСАВИ, грустны, пытаются покорять ВК-турниры. В принципе, не знаю, насколько это будет успешно. Давайте посмотрим. Как бы, тут все, грубо говоря, скоро достаточно решиться. Марков, это что у нас? Это что у нас? Где убили? Демона. Демона убили у нас вот здесь. С прострелом. С прострела через тупую приносит энтрифраг. Марк в своей команде. Но, тем не менее, интерлейд теряет мясо. Свит, конечно, играет на поджиме. Убивает Миндла, который находился в этот момент красным. И совсем еще не подозревал, что сейчас что-то будет происходить в нижнем темном. Но, тем не менее, важно заметить, что ЦСАВИ не оставили попыток выйти на точку Б. Марков наказывает Авенира за слишком дерзкий и широкий стрейв попытка от Экстрима разменяться, к сожалению, к успеху. Также не приводит невезучая персона. Тарахтан, берахтан минус по Маркову. Ну и Котов завершает с почкой убийств 4-1. Интерлейд берут, наконец-таки, первый матчпоинт в этом четвертьфинале. Надеюсь, далеко не последний. И поборются все-таки парни. Но сделаю ставочку, скажем так, на литовцев. Думаю, выиграют, а там, конечно, посмотрим. Но, что мне интересно, интерлейд сейвили дважды девайсы. То есть, понимают, значит, парни, наверное, важность экономической составляющей матча. Нет девайса у невезучей персоны. Как вы думаете, почему? Наверное, его никто не все-таки говорит сам за себя свит. Вырубает Минда. Ну, дальше, конечно, нужно было отойти. И под Авенира в таком случае игрок обороны не попадал бы. Но, как говорится, попытка не пытка, а попытка не совсем, правда, удачная получилась. Марков забрал нижний темный, остался красный. Но ЦСАВИ все-таки продолжают пушить. И снайпер умирает, кому я спамам, кстати говоря, со снайперской винтовкой. Увы, не повезло. Что мы с вами видим дальше? Очередной минус от демона за бич. И попытка пропрыгнуть здесь совсем была неудачной. Марков с моста уничтожает первого. И попытка на дальней дистанции, судя по всему, стреляться. Unlucky Person смог пропрыгнуть. Подобрана снайперская винтовка. Момент Икс. Промах. Досадный абсолютно промах со снайперской винтовки. Попытка поставить бомбу под лонг. Успеет ли уйти? Не успевает. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все достаточно красиво было сыграно. Но если бы выстрел со снайперской винтовки залетел все-таки в цель. А не пролетел бы мимо. Тогда, возможно, было бы все как-то красивее. И раунд, вероятнее всего, закончился бы победой. Для команды ЦС Авида невероятнее всего, заканчивался бы победой. Так как мид последний. Но мид продемонстрировал нам ярко. Достаточно то, что он ни разу не мид. Что он готов бороться вместе со своей командой. Принес ей второй матч-поуинг. Матч-поуинг, господи. И мы с вами имеем, ну, двукратное преимущество за командой ЦС Ави. Но оно достаточно легко, по сути, может быть, нивелировано стараниями команды Интерлейт. Так как экономика у атаки, она все-таки тоже имеет свойство иногда ломаться. КМС по мамкам. Вот это просто уже, по-моему, верх наглости. Перестреливаться с Титаника и верхнего темного. Такое я частенько, на самом деле... Ну, частенько, прошу прощения, давненько уже не видел. И в итоге КМС по мамкам отдает такую, ну, казалось бы, сверхагрессивную позицию. Анлаки Персон убивает Авенира. За что? Ха-ха! За что? Чем Авенир прогневал так своих тиммейтов? Что они его начали убивать. Очень странно. Что ж, невезучий. Делает минус вместе с миндом по паре. О, по паре, господи, в паре. Делает по минусу мид со снайперской винтовки. Продолжает отрабатывать, но невезучая персона наказывает мида и Котов остается один. По сути, позиция неплохая. Зачем-то бомб кэрри полез в тупку. Анлаки Персон, что ж ты делаешь? Зачем? 12 хп у Котова. Ну, и, как бы, как говорится, перспективы на этот раунд достаточно нетуманные. Взять можно спокойно. Миндэ. Понимаю, что соперника пока вблизи нет. Бомба будет ставиться по дефолту. Котов тем временем обходит с верхнего темного. Ну, я бы не сказал, что это прямо уж нечитаемая позиция. Учитывая, что под Скоттом Б давненько уже никто не светился. И демон за бич продемонстрировал более серьезную реакцию, нежели игрок обороны, который, казалось бы, увидел соперника впервые. Мог бы, на самом деле, начать в него стрелять и убить его несколько раньше. Но, в итоге, интерлейт отдали все-таки раунд. Хотя, Котов, повторюсь, имел преимущество. Ну, хоть какое-то, скажем так, тактическо-позиционное, так как его почему-то там не ждали. Мид с деглом решил сыграть агрессивно на длине. Не повезло. А Винир тем временем с бомбой в соло пытается разыграть зигзаг. Очень рискованная позиция. И такая же, в принципе, в общем-то, рискованная авантюрка. Но, тем не менее, экстрим уже подтягивается на саппорт. И можно попытаться выйти. В итоге, Авинир, 44 хп на саппорте экстрим, как я уже ранее говорил. В точке А находятся сразу два соперника. Мид, отличный хэдшот с дегла. И третий уже сюда подтягивается. Свит, 59, выход на лонг. Но зачем? Не ожидал абсолютно никак увидеть. Такое количество соперников врежут. Авинира, твою, налево. Че происходит-то? КМС по мемкам подбирает автомат Калашникова. Ситуация 2 в 3. Я не понимаю, что происходит. Но ЦСАВИ все-таки выходит. Казалось бы, победителями из этой перестрелки. Если б не лежащая бомба в зигзаге. Теперь за ней предстоит идти. Демон за бич со скаутом. КМС по мамкам. Судя по всему, под флешку попытается отыграть, как только услышат. И услышал все-таки соперника. Выкинул флешку. Попытка пушить. Никого не увидел. Выстрел со скаутом. К сожалению, цель тоже не попадает. Префайр... Ну, не префайр. Попытка прострелить через ящик. Можно было бы, кстати, выйти, скажем так. Но опережение Минде не оставляет шансов КМС. Бомбу подобрали. Естественно, даже еще ее и поставить успели. 6-2. Но вот как бы экшена в этом матче, по-моему, более чем достаточно. Каким-то образом КМС, по-моему, оказался в спине на зигзаге у Авенира. Смог его порезать. Ну, такой себе моментиц, на самом деле. Ладно, экономика по-прежнему у команды Интерлейт, по сути, отсутствует. Ну, нет, она, конечно, как бы есть, но как бы отсутствует. КМС по мамкам играет на инфу по парапету. По парапету, в общем-то, есть информация, причем более чем предельная. Авенир пытается открываться с префайров. Увидел за ящик у соперника отличная граната. Минус по КМС, по мамкам тут же хитрый Марк пытался подобрать девайс. Но экстрим наказывает также и его. Котов тем временем находит возможность сделать минус. Судя по всему, по лонгу, если я не ошибаюсь. Да, именно так. Авенир убивает Свита. Ну и что мы с вами дальше имеем? Погибший демон Забич ударит скаут экстриму. Мид 56 хп, но он продолжает воевать. Правда, война заканчивается, в общем-то, поражением. Хотя два минуса успел сделать. Котов 62 хп, Дигл есть. И два соперника, которые до сих пор еще пока не смогли убить. Но не отпустили в итоге Котова. Хотя пытался тут спрятаться, но не тут-то было. Хотя если бы вот Анлаки не смог бы, кстати говоря, выйти несколько быстрее. Котов ушел бы со скаутом на дальней дистанции. Получил бы достаточно неплохое преимущество. Да, это, конечно, не снайперская винтовка. Ну, точнее, в какой-то степени это снайперская винтовка. Но это не АВП с первого удара. То есть тут ты никого не заглушишь. Что ж, смотрим. Невезучий. Вместе с Авениром, судя по всему, сейчас готовы выйти как бы в ловушку в небольшую. Нет. Ловушка как бы, наверное, не сработает. Но это очень интересно. Тем не менее, как Анлаки все-таки будет, если выходить. То как он это будет делать? Так как у нас здесь есть небольшой партизан. И это свит. Но тем временем, судя по всему, потасовка начинается на мидле. Демон за бич. Находит в свой зум голову Маркова. И вот вам, пожалуйста. Неприятный момент. Случается на ланге. Не ожидал Анлаки Персон увидеть своего соперника на выходе с ямы. И калаш переходит в руки игрока обороны. Ну, согласитесь, ведь это большой плюс. При этом ланг продолжает быть не чекнутым. Но демон за бич. Убивает свита. Заканчиваются патроны у Авенира. Котов. Котов. КМС по мамкам разбился. Разбился или самоубился? Как это произошло? Я не понял. Ладно. Алло. Алло, пишет КМС. Непонятно, что тут. Почему алло? Ну, короче, я в итоге вообще теперь окончательно запутался. Котов у нас остался один. Отличный хэдшот с Фомасан. Демон. Демон за бич. Или Демон за бич. Не знаю, как правильно это все читается. Но в итоге. Вот вам, пожалуйста, игра на скауте. Ну, в упоре уж в любом случае не принесет никаких ожидаемых, скажем так, плодов. Техническое поражение Реконект за оскорбление. Как бы вот, свит. Угрожает своим сейчас соперникам из Литвы. Может быть, в какой-то степени есть за что. Но Минде не реконектил. Минде вылетал. Он отсутствовал целый раунд. В общем-то, не просто так, на самом деле, он отсутствовал. Ну, ладно. Не нам вдаваться в регламент работы данного мероприятия, данного турнира. Экономик, судя по всему, УЦС Ави начала романсы подпевать. Авенир слабенько попадает. Экстрим минус Дегла. Марков все-таки справляется с Авениром. Но экстриму перепала возможность выстрелить по сопернику, выбить с него девайс. И вот вам, пожалуйста, открытие от Мяса и от Маркова на точке Б. Также желаемых успехов не принесло. Свит попытается сыграть со спины. Котов попытается принять из щепок. Одни попытки, но первый со спины не сыграл. И щепки, в общем-то, тоже были. Пропущены Котов. Перестрелка в упоре против экстрима, если я не ошибаюсь. Ну, и Минде попробует перекрыть из окна соперника. А уже Котов в другие щепки уже убежал. Ой. Ну, когда плохо идет стрельба, бери, хватай все, что только возможно. И беги как можно дальше. В итоге не удается Котову сделать. Интересные моментики. Погибает 8-3. Первая половина, как я люблю этот факт заметить. По достоинству, как говорится, остается за командой ЦСАВИ. Теоретически интерлейт еще имеют возможность взять 4 матчпоинта. Ну, я бы сказал, наверное, все-таки 3. Так как сейчас будут деглы. С девайсами сейчас будет напряженка. Как минимум, хотя бы один раунд. Там уже будет видно. А, ну, Акиперсон вместе с демоном уничтожают мясного на ланге. И можно, в общем-то, спокойно достаточно открываться. По точку А Марков на просвете. Умирает отток экстрима, который уже прорвался с парапета двумя минусами. Ну, и как бы вот, ну, вот что. Что может сделать парень с Юспом и парень с деглом девайсов? Даже под рукой нигде, в общем-то, и нет. Стрельба с Юспа вообще никак не залетает. Свит находится здесь же и... Ха-ха-ха! Убивает своего тиммейта. Тиммейт, по сути, как бы немножко помешался, конечно. Но вот как-то так. Свит убил своего и чуть-чуть позже погиб сам. 9-3 в пользу команды ЦСАВИ. Литовцы продолжают свое победоносное шествие по Дасту второму. А экономика у Интерлейт, в общем-то, не восстановилась. Снова деглы. Поэтому, вероятнее всего, 10-й сейчас отойдет литовцам. Я, кстати говоря, поставил парням из команды Интерлейт флаг СНГ. Почему, спросите вы. Объясню. Потому что я не знаю, с какой стороны эта команда. А когда я не знаю этого, я ставлю флаг СНГ. Что логично, на мой взгляд. Потому как, ну, в основном все команды это и есть своего рода сборные из СНГ. СНГ стран. Из стран бывшего СНГ, прошу прощения. Экстрим тем временем просто, ну, просто на волюшке, на волюшке, волюшке тащит. Выходит на мидл, делает даблкил абсолютно без каких-либо проблем. Два оставшихся игрока команды Интерлейт защищают позиции под выход на точку А. Винир с бомбой спокойно может направляться со своими тиммейтами на спот Б. Чем, в общем-то, в данный момент ЦСАВИ и занимаются. Ну, Экстрим ошибается в стрельбе. Окей, погибает в яме котов. Но мид по-прежнему живой. 64 хп у него все-таки еще есть. И будет перестрелка судьбы СНГ. СНГ вот это да! Как он ловит его в голову! Бомба установлена на споте Б. И мид не понимает или понимает. Нет, флешка вылетает со спины. Все-таки не понимал мид, где поставлена пачка. Дефьюз китов нет. Поэтому 13 секунд на все действия. А Винир притаился за Иксом. Выглядит эта ситуация со стороны, ну, вот как бы так. Не то, чтобы уж прям забавно. Но давайте посмотрим. Ведьмид... Ах! Давал префаер, но не в ту позицию. Понимал, что А.Винир, в общем-то, не станет отходить далеко. Ну, как бы недопонял немножко ситуацию всю до конца, скажем так. Не въехал, где будет опрятаться. Игрок атаки, ну, это действительно сложно было. Тем более, опять же, не было дефьюз китов. Нужно было принимать какое-то решение. Решение должно было быть достаточно, как бы, серьезное. Марков! Вот это агрессия! Вот это агрессия от Маркова, которая, к сожалению, наверное, навряд ли. Ооо! Да ты что? Еще и минда успел взорвать. Ну, хитер-бобер. Правда, все-таки погибает. Но энтрифраг сделал. И, по сути, если и погиб... Не так уж и зря. Но далее умирает практически вся команда интерлейт. Последним остается как раз-таки тот самый мид, который очень, между прочим, неплохим. Голову умеет вешать, судя по всему. Опять коллаж достается ему. И перестрелка с просветом. Но Авенир сказал миду, что нет. Нет, братан, не получится. Итак, я надеялся, что интерлейт заберут хотя бы 4 матч-поинта и выйдут на 8-7. Но, как вы видите, 3 из этих 4 матч-поинтов они уже успешно отдали. И здесь максимум теперь можно выйти на 11-4. Что, по сути, также не очень смертельно. Но для обороны, я считаю... Конечно, счет слишком плохой. Плохой. КМС по мамкам. Ну, научились уже, наконец-то, интерлейт контрить своего соперника в темке. Минде было бы неплохо почекать до нижней темной. Но не стал почему-то. Что странно. Ой, яму в очередной раз не чекнули. Ну, ЦС Авиавенир. Убивает своего ж тиммейта в попытке убить... У Котова 3 хп осталось твоим. Вот это живучий парень-то. Мамас в руках и... Все-таки погибает. Следом за ним погибает вот эта, да, вся команда. Блин. Ну, я не понимаю, на самом деле, как до такого можно было дойти. Как бы ты в спине и как бы все более чем замечательно. Странно, черт тебя дери. Как вот так вот можно было в спину не сделать ничего. По сути, Авиавенир сделал минус, а не его, как бы, враг. Ну, странно. Ладно. Небольшая заставка и второй пистолетный. Залетаем на вторую половину, дамы и господа. Напоминаю вам, это четверть-финал CS Game Pro. Турнамент номер 3. И это Best of 1 матч. Свит минус на Юспе попытка давить от команды Интерлейт на точку А. Причем достаточно агрессивная. С отрезом парапета попутного. КМС по мамгам. Отличный крючот по минде. Ну, в итоге, по сути, получили возможность поставить бомбу. Возможность очень-очень неплохая. Авиавенир находится на зигзаге. Там же вместе с ним находится экстрим. Анлаки Персон туда же стягивается. Выбивание будет очень мощное, но будет проходить оно с парапета, что не совсем, наверное, в этой ситуации уместно. Хотя, удается сделать первый минус на ретейке. КМС по мамгам разменивается. Авиавенир заканчивается патрон, и вместе с ними заканчиваются их хелспоинты. Анлаки. Есть еще один минус по КМСу по мамгам. Вырубая следом и котов, но нет дефьюз китов. И бомбу, как в общем-то, и раунд уже не спасти. Марков прячется в пленте. И сейчас взорвется вместе с бомбой. Нет, не взорвется. Анлаки успевает заработать 300 долларов под конец второго пистолетного раунда. Но, тем не менее, интерлейт все-таки забрали пистолетку. И ЦСАви, как говорится, должны будут сейчас немножко побомжевать. Хотя, Анлаки Персон, сделав эйс, между прочим, в пистолетном раунде, не отметил я это, прошу прощения, но эйс, да, был эйс. Важно понимать, что денег у него, ну, сейчас сами поймите, прикиньте. Как бы, за каждый килл по 300 баксов, это полторы тысячи. Ну, плюс, там ему насыпало бы где-то до двух, двух, двух статк. И в результате он попытался вырваться на лонг. Прохилил достаточно сильно, твою ж, налево всех игроков команды интерлейт. Марков и Мид остаются вдвоем. Калаш охвал... Че вообще как? Просто не понимаю. Развал Марков последний. Один в три ситуации. И это девайсный раунд. И это против экономического. Вот это неожиданность. Неожиданность. Минда Экстрим и Демон Забич против Маркова. Ну, не ожидали увидеть зигзага. Подсадка. Оправданно, все-таки Демон Забич убивает последнего из команды интерлейт. 13-4. Дорогие друзья, это Карвалол. 13-3, правда, почему-то пишет игрок оборонный. Но 13-4. Ладно, не будем цепляться к таким моментам. Первая половина закончилась со счетом 12-3. Каждый взял по раунду, и того 13-4. Что ж, интерлейт решили пушить точку Б. Поджим от Авенира не совсем оправдался. Скорее, убил одного и подарил девайс. Но не факт, что это не рабочая мета. Экстрим. Минус один на дегле. У нас там на беретах играет Марков. Очень интересная, по сути, заготовочка от команды интерлейт. Выбежать просто местцом на точку Б. Как бы кто-то скажет, ничего здесь интересного нет. Но береты, это явно уже задумка далеко идущая. Свит 59 минус по демону забичь. Но, правда, тот самый демон успел все-таки сделать один килл. Минде по доброму девайсу. И тут сразу вот прям очень сложно. А UMP в руках не везучий. Персон. Барабанная дробь ретейк оформлена абсолютно как-то прям нереально. Казалось бы, два парня в сайде находятся. Позиции огонь. Не удержать точку очень сложно в такой позиции. Но получилось. Но получилось. Блин, вот это да. Итак, 14-4. То есть, получилось, в смысле, не удержать. Да, получилось отдать такие позиции. Ну, это если кто-то не понял. Что ж, дамы и господа. Два раунда остается литовцам до победы. Команде интерлейт. Чтобы попасть в полуфинал, необходимо сделать нечто очень серьезное. Либо 12 к ряду. Либо 12, но не к ряду. При этом отдать можно будет только один. Тогда уже нужно будет, правда, брать не 12 раундов, а 11. И допы отыгрывать через овертайм. И пытаться давить в добавочное время. Сложно предположить, как это будет выглядеть. Итак, выход по лонгу. И здесь на чеке играет Минда с картинкой. Абсолютно спокойно можно было сейчас убивать соперника. Но не зашла стрельба у Минда, к сожалению. Зато зашла у Экстрима Мид. Минус с Галила. Экстрим. Где Экстрим со снайперской винтовкой? А вот и он. А вот и он. Выстрел, к сожалению, промах. Выстрел и еще, к сожалению, один промах. Мид. Тем временем нужно было Мида убивать. Ну, Демон Забич в своем амплуа. Скаут не поможет выиграть команде ЦСАВИ. Нужно принимать более конкретные решения. А Венир настреливает. Все-таки убивает Свита. Бомба выпадает. И вот вам, пожалуйста, Демон Забич отдается после очередного промаха. Ну, твою налево. Может, уже не нужно тогда так делать. Ну, как бы должна быть где-то в чем-то логика. А Венир! Вот это Авинирище! Просто монстр! 15 хп остается у игрока обороны. 16 секунд до конца раунда. Нужно подбирать бомбу. Но, увы, Авинир все-таки решил постреляться. Черт знает зачем. Можно было еще вот лишнюю секундочку подождать и выйти в прям совсем удачный тайминг. Так, ладно, 14-5. Получилось то, что получилось. Опять же, в раунде было просто море экшена. Но, тем не менее, раунд, я не скажу вам, что был плохой абсолютно ни разу. Хотя ошибка на ошибке. Что у одного коллектива, что у другого. В очередной раз Демон Забич играет на скауте. Но я бы не сказал, что он прямо так вот фантастически играет на скауте, чтобы каждый раз на нем играть, когда твои тиммейты мучаются от безденежья, грубо говоря. Экстрима в упоре с Диглом под спотом B. Там, кстати говоря, именно там находится бомба. Демон Забич, за дальним, со скаутом. Ну, как бы это, я не знаю, уже становится банально и неинтересно на самом деле. Хо-хо-хо! Экстрим! Вот это Дигл! Вот это просто наказал! Наказал следом еще одного! Калаш в руках Экстрима. Все замечательно. Ситуация 3 в 3. 1 хп остается, правда, у Экстрима. Минда 25, 74, Unlucky Person, но, в общем-то, и Интерлейд также немного покоцан. Экстрим в итоге погибает. Минда и Unlucky Person находятся достаточно далеко и навряд ли смогут что-то выбить, но ошибочка от Мита и Минды получает возможность делать минусы. Вот на этих ошибках, опять же, можно вылезти. Но Марков люто ошибается, отдается под Минды, но Котов все контролирует. Это 14-5. Хотя вот сейчас, опять же, Минды, откройся. Несколько менее широким образом, да, то есть на более коротком стрейфе. Попытайся уйти в сайт. Поймай, опять же, попытайся поймать удачный тайминг, когда соперник подберет бомбу и пойдет ее устанавливать. Ну, выйди, допустим, с Тэшки или подкрадись через косой там под окном. Всяко будет лучше. Свит. Отличный хэдшот. Отличный еще один минус от Мита. Так, счет у нас правильный, 14-6. Минды! Творит просто невообразимое. Ловит Мита, можно сказать, на ходу. Спрыгивает на просвет, забирает следом Котова. И после гранаты еще остается живым. Ну, как-то прям, по-моему, у него 15 арморов на себе одета. Следом еще и КМСа по мамкам убивает. Ситуация 2 в 2. Равная по сути, но... Экстрим. Экстрим отправляется на лонг. Очень интересное решение. Девайса нет. Демон за бич под парапетом. Ну и топот, который сейчас Марков услышит. И абсолютно спокойно должен, по идее, справиться Экстрим. Вот это да! Ну а теперь уже проблемки, которые приводят к потере. Дорогие друзья, для коллектива Интерлейд потеря состоит в чем? В том, что теперь для отыгрыша необходимо брать 9 матчпоинтов к ряду, ни разу не ошибившись. Что, ну согласитесь, достаточно сложно. Но в условиях даста второго в атаке вполне возможно. Если ЦСАВИ будут ошибаться, а Интерлейд, естественно, при этом при всем будут пользоваться ошибками своих соперников, то нет ничего невозможного, как говорится. А вот сейчас ЦСАВИ явно акцентирует внимание на прием точки Б. И твою налево угадывают! Вы посмотрите! Ну а Венир погибает. Граната от Анлаки Пёрсона взрывает Мита. Анлаки Пёрсона с дробовиком. Это вообще в какие ворота просто? Что это такое? Твою налево с дробовиком. Чувак сидит на скале. Ну, наверное, никто все-таки не выйдет. Минде. Убивает Маркова. Свит. Умирает от рук. Демона за бичей ситуация. 2 в 4. КМС по мамкам. 18 хп. Вот если сейчас выйдет, и там просто сеньор дробовик будет устраивать кровавое месиво. Кот погибает. И вот он, сеньор дробовик! Ловит последнюю пулю, выпущенную СМК в голову. Что вот это было сейчас вообще? Просто под конец раунда, под конец четверть финала в целом. Фанни моментик такой залетел. Что ж, 16-6, CSI проходят дальше по сетке в полуфинал. Удачи им в полуфинале. Интерлейт, к сожалению, покидают турнир, заняв... Ну, какое там место у нас получается с 8-го по 12-е, да? Там 8-9, 10-1, нет. Да, все правильно. С 8-го по 12-е место им достается. Естественно, никаких наград и регалий за это они не получают. Ну, а я буду с вами прощаться, дорогие друзья. С вами был Александр Найф-Смирнов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до скорых встреч в прямом эфире.